Здравствуйте! Это вечер на седьмом студии. Для вас работает Анна Кравцова. Продолжает нашу серию эфиров о судебной реформе. Мой нынешний визави Павел Николаевич Гречковский, член Высшего Совета Юстиции, секретарь Совета Адвокатов Украины. Здравствуйте! Очень рада Вас видеть в этой студии. Спасибо огромное, что приходите уведомить население о такой, я считаю, одной из важнейших реформ в нашем государстве. Это судебный. Много вопросов она вызывает. Конечно, многие ее критиковали, в том числе и юристы, и судьи. Реформа рассчитана на несколько лет. Расскажите, пожалуйста, о тех изменениях, которые произойдут в ближайшее время. Во-первых, спасибо, что Вы меня пригласили. Мне очень приятно, что жители Одессы так интересуются судебной реформой, потому что это действительно очень важно. Я хочу сказать, что на сегодняшний день парламентом Украины принято уже изменение Конституции в части правосудия. И принят один из основных законов. Это закон о статусе судей и судоустроя. Но это еще не вся судебная реформа, так называемая большая судебная реформа, которая должна быть принята и должна заработать на Украине, для того, чтобы эта реформа действительно имела какой-то смысл. В ближайшее время ожидается принятие закона о Высшем Совете правосудия, нового закона о Конституционном суде, внесение больших изменений во все процессуальные кодексы Украины. Также мы ожидаем где-то в начале следующего или в середине следующего года это принятие закона об адвокатуре, адвокатской деятельности. Ну и безусловно, для того, чтобы удачно произошла вся эта судебная реформа, надо задумываться и о реформе системы образования, которая дает юридическую профессию. Если говорить о адвокатской монополии, это как бы все понятно для адвокатов, юристов, они прекрасно понимают, чего ожидать. А если говорить про обычных граждан, то есть что им дает эта реформа? Я это задаю каждому спикеру, который приходит, для того, чтобы услышать разные мнения. Ну, я не знаю, насколько я буду оригинален, но я все-таки хотел бы называть это не адвокатской монополией, а исключительное право на представительство в суде. Во-первых, я думаю, что в этом нет ничего плохого, поскольку исключительное право на представительство в суде существует во многих странах мира. В Соединенных Штатах, в большинстве стран Европы, так называемых Старой Европы. И я вам хочу сказать, что адвокатура Украины все время своего существования, как независимая адвокатура, боролась именно за это. Речь идет не просто об исключительном праве. Почему исключительное право? Потому что услуги, которые предоставляют адвокаты по защите граждан, по защите бизнеса, они должны быть профессиональны. И я вам скажу, что даже когда мы писали свое заключение по просьбе Конституционного суда Украины в части исключительного права представления представительства в судах адвокатов, то мы так и ориентировались на международную практику. Мы говорили о том, что во многих странах Европы это есть, и мы тоже стремимся к Европе, и, естественно, к этому надо стремиться. Поскольку если мы хотим жить в Европе, мы должны исповедовать европейские ценности, мы должны научиться защищать наших граждан, и в этом нет ничего плохого. А что касается монополии, понятия монополия, вы знаете, это, скорее всего, враги реформы, те, которые хотят каким-то образом дискредитировать, приклеили такой ярлык монополии. Это не есть монополия. Это есть исключительное право. Тем более, это исключительное право будет вводиться поэтапно. С 1 января 2017 года исключительное право на представительство адвокатов только в Верховном суде. С 1 января 2018 года в апелляционных судах, с 1 января 2019 года в судах первой ступени, скажем так. Ну и я вам хочу сказать, что наши партнеры из европейских стран, такая есть организация CCBI, это Совет Европейских и Правовых Обществ Европы, которые насчитывают более миллиона адвокатов, приветствуют то, что парламент Украины принял такие конституционные изменения. И мы получили приветственное письмо в связи с этими изменениями. И наши партнеры европейские считают, что украинская адвокатура займет свое место, скажем, в адвокатуре Европы. Поэтому не стоит этого бояться. Я хотела бы вам рассказать небольшую предысторию, подоплеку подобных эфиров. Действительно, выходя на улицы, делая опросы, пытаясь показать зрителям стопроцентную объективность, о чем думают одесситы, чего они боятся, что они ожидают. Мы сталкивались с тем, что в судебной реформе людям практически ничего не понятно. Сталкивались с абсолютным вакуумом, пустотой и непониманием, чем это грозит, как часто думают одесситы. Ведь когда происходят реформы, к сожалению, наши люди настолько привыкли жить в подобных ситуациях, когда власть коррумпирована на местах, когда им тяжело создать собственный бизнес, когда в судах решается в пользу людей, у которых просто больше денег, когда сталкиваемся с коррумпированными судьями, взятками и прочим в любых инстанциях. Так вот, появилась такая идея объяснить и показать даже судей с той стороны, что это такие же люди, как и мы с вами, у них такие же потребности, и повышение зарплаты им тоже необходимо, как и нам всем и прочее. Сегодня мы вышли на улицы города с вопросами для судей. Вот не будем слишком строги к нашим одесситам, но просто вот, чтобы вы увидели четкий срез, о чем они думают, когда их просят задать вопрос судье. О судебной реформе или просто вопрос судье? Вопрос судье. Просто послушаем. Насколько морально ему иногда осуждать тяжело людей? Потому что бывают люди попадают в ситуации просто, ну, случайно. Случайности, конечно, наказание следует, и людей иногда очень жалко. Могли бы как-то прокомментировать? Ну, вы знаете, могу сказать так. Судья — это не просто человек, который должен владеть законодательством. Это не просто человек, который же должен быть высоких моральных качеств. Это еще должен быть и стрессоустойчивый человек, как человек. Безусловно, все судьи тоже люди. И, безусловно, задача государства, поскольку именно судье делегируется право принимать решения именем Украины, то есть именем государства, задача уже государства обеспечить, в том числе и материально, этих судей для того, чтобы они были и профессиональны, для того, чтобы они не боялись принимать решения, для того, чтобы они могли противодействовать любому давлению от государства. Кстати, эта реформа, вот знаете, один из очень важных моментов. На сегодняшний день полностью выводится политическое влияние при назначении судей. Ведь раньше как было? Первое назначение судей на пять лет. И за эти пять лет власть смотрит. Судья хорошо судит, мы его назначим пожизненно. Судья плохо судит, не слушает власть, он может не пройти. И этот человек вынужден был после пяти лет увольняться с этой должности. Но на сегодняшний день вся эта политическая составляющая при назначении судей вот этим новым законодательством убирается. Это очень важный момент, потому что судей должны быть действительно независимы. По поводу того, что заработная плата, да, заработная плата должна быть высокой у судей. Вы знаете, на самом деле, вот если говорить о каких-то взятках в суде, о какой-то коррупции, страшно то, что это есть. И с этим, безусловно, надо бороться. Но вот эти вот, знаете, если предложить судье приличную заработную плату, например, 100-150 тысяч гривен, да, то вот взятки в суде до 150 тысяч гривен, они уже будут неинтересны. То есть по мелким делам суде будет неинтересно брать. А таких мелких дел судья слушает 80-85%. То есть 80-85% обычных дел, куда приходят в суд наши граждане и обращаются, они действительно, они будут, ну, это исключение взяток, потому что судей будет невыгодно их брать. Он возьмет взятку, попадется, его посадят в тюрьму, он лишится работы. Понимаете? То есть нельзя исключать экономическую составляющую, безусловно. Но при этом еще судьям должны быть даны какие-то гарантии. Действительно, судьям, ну, вы знаете, это очень нервная профессия. Адвокатам проще. Адвокаты, мы всю жизнь находимся в оппозиции к власти. И, кстати, любая адвокатура во всех странах мира — это оппозиция к власти. Мы все стрессоустойчивые, мы все понимаем, постоянно живем в конфликтах с государством в пользу своих клиентов. А вот судьям, безусловно, будучи государевыми людьми, это намного сложнее. Вы знаете, вот давайте продолжим эту тему, она такая довольно-таки интересная. На самом деле это одно, наверное, из пиков спорных моментов в народе. Это повышение зарплаты. Я перед эфиром читала очень много исследований на тему, избавляет ли это от коррупции. Есть ли такие примеры в европейских государствах. Так вот, четкой связи между большой зарплатой и отсутствием коррупции, естественно, нет. Более того, некоторые исследования показывают, что повышая заработную плату, не всегда мы повышаем уровень профессионализма, но повышаем, например, возможность и такую хватку за место. Держаться за место, и тем не менее профессиональные качества, они не всегда прямо пропорциональны этой высокой зарплате. Я вот какой с вами хотела бы пофилософствовать, раз у нас такой интересный эфир. Вот, например, есть в моем архиве истории знаменитый богатый человек. У него есть все по среднестатистическим меркам. Миллионы, дома, семья, недвижимость и прочее. При этом, когда он узнает о войне, допустим, в государстве одном, если не будем говорить о каком, на земном шаре, и встречая там, допустим, математика, который голодает, потому что там, собственно говоря, война, он решает в, скажем так, в поддержку этих людей, собственно, для себя, без всяких пиар-акций, голодать 60 дней. Вроде бы у него есть все, и зачем ему голодать 60 дней? Вы понимаете, о чем я говорю, да? Очень легко повысить зарплату. Каким образом будет проверяться вот этот высокоморальный ценз, дух, который должен быть в суде? Вы знаете, ну вот для этого реформа и нужна. Для того, чтобы на сегодняшний день, ну, во-первых, идет перезагрузка, вот этим законом, который принят, идет полная перезагрузка самого главного суда, Верховного суда Украины. С созданием нового суда ликвидируются все высшие специализированные суды, и они будут созданы, заметьте, именно ликвидация, то есть речь не идет о реорганизации. То есть каждый судья, который хочет быть судей Верховного суда, на сегодняшний день должен будет пройти соответствующее оценивание, сдать соответствующий тест. Разработаны, ну, три вида деклараций. Это обычная декларация для госслужащих, это декларация о твоих семейных отношениях, это декларация о доброчинности, так называемая, да? И, естественно, именно вот этот отбор, возможно, и даст свежую кровь судебную систему. Ведь, смотрите, новый закон предусматривает, что судьями Верховного суда, а мы знаем, что вообще на Украине существуют, ну, скажем так, суды первой инстанции и апелляционной, это суды факта, и суды касационной инстанции, это суды права. То есть суды касационной инстанции смотрят, правильно ли к установленным фактам было применено законодательство. И вот, формируя Верховный суд, то есть суд касационной инстанции, законодатель предусматривает возможность стать судьей Верховного суда и адвокатом. И научных работников, которые имеют определенный стаж работы. И те же судьи имеют право пойти и попробовать стать судьей Верховного суда. Плюс добавим то политическое влияние, которое на сегодняшний день убирается. Плюс мы добавим то, что по проекту нового закона о высшем совете правосудия это будет единственный судебный, ну это будет такой квазисудебный орган, который будет практически контролировать всю карьеру судьи. С момента его назначения всех уровней, с момента его назначения и до его отставки. Этот высший совет правосудия будет давать разрешение на задержание судьи. Высший совет правосудия будет давать разрешение на повышение классности судьи, на переводы из одного суда в другой суд и так далее и тому подобное. И все это в совокупности и должно каким-то образом поменять мнение населения о судах. Ведь смотрите, тут есть такая хитрость, которая мне, честно говоря, непонятна, поскольку, как вы говорите, у нас такой интересный эфир. Все время, последние несколько лет нам рассказывали о том, что доверия до суду на Украине у населения 1%. Ну, я не буду приводить какие-то статистические исследования, но это не соответствует действительности. На самом деле, доверия до суду десь 30-35% в населении, потому что он звертается за захистом своих прав до суду. Для чего это делалось? И вот за два дня, оказывается, можно принять такой закон о судоустройстве, не обсуждая его ни с судьями, ни с кем. Более того, этот закон принимается, смотрите как, вначале принимается этот закон, а после него голосуются конституционные изменения. Но ведь этот закон, он должен быть принят во исполнение этих изменений. Тоже странно, да? И вот что сейчас беспокоит адвоката, я вам скажу. Вот мы приветствуем судебную реформу, мы понимаем, что это шаг вперед, мы понимаем, что это шаг в Европу. Мы поздравляем, в том числе и граждан Украины, с этой судебной реформой. Но мы бы очень не хотели, чтобы реформа адвокатуры случилась тоже так же за два дня. И поэтому мы предпринимаем все возможные действия. Мы уже сейчас широко представлены в комиссии по судебной реформе, в частности, в комиссии по разработке закона об адвокатуре. Вначале там был представлен только наш один представитель от 33 тысяч адвокатов, которые на сегодняшний день есть в реестре. Сейчас у нас уже там пятеро, и мы надеемся, что такое не произойдет с адвокатурой. А адвокатура, вы знаете, это же исключительное представительство, ведь это делается в конечном счете для населения. Ну вот смотрите, два разных варианта. Первый. Гражданина защищает адвокат. И что-то сделал не так, что-то повел себе не так, нарушил правила адвокатской этики, которая существует. Гражданин может обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию, где есть адвокаты, которые рассмотрят эту жалобу и вынесут решение. Если адвокат виноват, возможны очень серьезные санкции, вплоть до лишения свидетельств на право занятия адвокатской деятельностью. И с другой стороны, частный предприниматель, юрисконсуль, который тоже, во-первых, для него не существует правила адвокатской этики, потому что он не адвокат. Во-вторых, у него нет органа, который его фактически может привлечь к ответственности. Вот в этом вся разница. И все-таки, знаете, помощь, она должна быть профессиональна. А, кстати, вот этот вот закон, он предусматривает, что не по всем категориям дел будет монополия адвокатуры. В проекте закона сказано, что, возможно, по трудовым спорам не будет монополия адвокатуры. Ходят слухи и обговариваются положения, по которым, ну, например, если малозначительный иск, правда, вот сумма малозначительности еще не определена. Ну, грубо говоря, если иск там на 10 тысяч гривен, да, так называемый кухонный какой-то иск, то, ну, наверное, не имеет смысла привлекать к этому адвокат. В то же время, опять-таки, адвокат должен быть профессионалом. Он должен объяснить клиенту, есть у него шансы в суде по закону или нет. Этим мы и разгрузим в суды. Если придет клиент к адвокату, он даст правильную консультацию, клиент поймет, что, скорее всего, та ситуация, которая у него сложилась, это эмоция. Там нет права, там нет никаких правовых оснований. Я не думаю, что он будет тратить деньги на адвоката, идти в суд, платить госпошлию, на судебный сбор и так далее и тому подобное. То есть это все в совокупности, я думаю, что приведет к тому, что у нас поменяются суды. Спасибо огромное за то, что посетили наш эфир, подходит он к концу. Очень было интересно, по крайней мере, мне стало многое понятно, абсолютно уверена, что и нашим зрителям. Я напоминаю, что это был Павел Николаевич Гречковский, член Высшего совета юстиции, секретарь Совета адвокатов Украины. Это был вечер на седьмом, особенно вечер на седьмом, в котором мы пытались объяснить, что такое судебная реформа. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.